МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа с главными событиями дня и минувших выходных. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Сработали быстро. Поезда смогли продолжить движение после 3-х часов ночи. ДТП, взятки и небылицы. Итоги очередного рейда нетрезвый водитель. Всей семьей на лыжню. В выходные состоялись соревнования по лыжным гонкам на призы главы Чувашии. Движение на месте схода с рельсов вагонов в Чувашии восстановлено в обоих направлениях. Напомним, в минувшую пятницу, 25 января, на 609-м километре Муромского отделения Горьковской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов товарного поезда из Екатеринбурга. Ранее сообщалось о семи вагонах. Поезд по касательной задел снегоуборочную путевую машину. К счастью, ни возгорания, ни жертв, ни даже пострадавших не было. Подробности нам рассказал глава Госкомитета Чувашии по чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. В результате аварии были повреждены 80 метров железнодорожного полотна на одной из двух веток в сторону Москвы и опорно-контактная сеть. Трое суток на месте ЧП работали спасатели и ремонтные бригады. В одном из 13 вагонов, сошедших с рельсов в Шумерлинском районе Чувашии, перевозили мазут. Сбором и вывозом разлившегося топлива для утилизации занимались эксперты из Ульяновска, специально прибывшие на место ЧП. Непосредственно в близости Чувашской республики – это Ульяновск. Поэтому они направили специалистов именно из ульяновской техники и специалистов. Но в любом случае наши спасатели в субботу, получается, их было у нас 11 человек. Вчера 22 человека работали и сегодня продолжает работать 17 человек. Несмотря на мороз и полное отсутствие света, искореженные вагоны достаточно быстро убрали с путей. Техника не переставала работать ни на минуту. Горьковское отделение РЖД сработали очень оперативно, очень слаженно, потому что никто, в принципе, не ожидал, что они вот к 3 часам утра именно откроют движение в оба направления по одному из этих путей. Я лично рассчитывал, что к часам к 8 утра. Источники автономные дизель-генераторы они привезли с собой, все организовали, вот эти 4 аварийно-восстановительных поезда. И плюс техника, которая прибыла, и личный состав персонала Сергача прибыл на колесной технике, они сработали вообще отлично. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня участники еженедельного совещания в Думе правительства ознакомились со стратегией долгосрочного развития пенсионной реформы Российской Федерации. Роза Кондратьев, управляющая отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашии, рассказала, что современная пенсионная система действует уже 10 лет. За это время удалось многого добиться, но есть и недостатки. Недостигнута финансовая устойчивость пенсионного фонда. По-прежнему высокий уровень теневой занятости. Укрываются от отчетности реальной заработки. Растет число пенсионеров по сравнению с работающими. Новая стратегия рассчитана до 2030 года. В ней ставится задача довести средний размер трудовой пенсии по старости до 2-3 прожиточных минимумов пенсионера. Задача пенсионной системы – это достижение международного уровня обеспечения пенсионного обеспечения в части коэффициента замещения трудовой пенсии по старости до 40% утраченного заработка при нормативном стаже и средней заработной плате, как первоочередная задача в рамках требований международной организации труда. Руководитель Государственной службы Чуверской республики по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова рассказала об итогах работы по тарифному регулированию за 2012 год. В нынешнем году в первом полугодии тарифы на коммунальные услуги не изменятся. Повышение ожидается один раз – с 1 июля 2013-го. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 7,5%, отопление на 8,5%, электроэнергия на 10% и природный газ на 15%. Михаил Игнатьев рекомендовал главам городов лично контролировать выплату субсидий малобюджетным семьям, чтобы повышение тарифов на этой категории жителей республики сказалось несущественно. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии продолжается модернизация здравоохранения. Жители села Караклы Канажского района теперь могут получать качественную медицинскую помощь. Там открылась сельская амбулатория. Открытие стало настоящим событием для жителей села. Старое помещение медпункта находилось в неудовлетворительном состоянии. Условия для приема пациентов сложно было назвать нормальными. Работал лишь один врач общей практики. После капитального ремонта в декабре появились новые просторные кабинеты. Теперь в амбулатории два отделения – поликлиника и дневной стационар. Также работают школы здоровья. Благодаря программе «Земский доктор» в районе больше нет проблем с кадрами. В 2012 году 29 молодых специалистов получили миллион и приехали на работу в район. В России принята программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы. Сейчас, по данным Министерства труда, более 14 миллионов россиян работают в учреждениях социальной сферы. Из них большая часть в сфере образования, а также в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг. Как идет работа в этом направлении в Чувашии, обсудили на совещании под председательством Михаила Игнатьева. Поэтапный программа называется потому, что осуществляться она будет в три шага. На первом этапе разрабатывается нормативно-правовая база. Затем с работниками начнут заключать эффективные трудовые контракты. Будет введена прозрачная схема оплаты труда руководителей. Поэтапно будут повышаться зарплаты у бюджетников. Они должны быть не меньше, чем в среднем по региону. Сейчас в Министерстве финансов республики идет активная работа по подсчету сумм, которые необходимо заложить в бюджет для повышения зарплат. Индекс будет расти поквартально. С первых чисел января, апреля, июля, октября. Предлагается идти поэтапно, именно потому, что нам поставлена задача по среднеквартальному зарплату по категориям приводить по определенным индикативам к средней заработной плате по субъекту. В сфере здравоохранения в республике практически уже сегодня достигнут уровень зарплат, как в среднем по региону. Вопрос остается с заработной платой младших медработников. Для того, чтобы увеличить индикативный рост с 37 до 50 процентов, нам необходимо значительно повысить заработную плату с младшим медицинским работником. В целом, для того, чтобы выйти на годовую цифру, это 131 миллион. Что касается социальных работников, то по социальным работникам тут реально вот это повышение видно. То есть и на сегодняшний день по социальным работникам, имея сегодня вот эту цифру соотношения к средней по региону 34,5, мы должны выйти на среднюю 47,5. То есть для этого необходимо 60 миллионов рублей. То есть эти цифры все прописаны. В принципе, плавное повышение, начиная с 1 января, это все прослеживается. То есть мы в среднем по году на 9 120 мы должны выйти. Чтобы выйти на необходимые показатели по заработной плате в сфере образования республики, дополнительно потребуется 990 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату труда педагогов учреждений начального и среднего образования, работникам дополнительного образования и научным сотрудникам Института культуры и Института образования. Также должны проиндексироваться зарплаты сотрудников образовательных учреждений, находящихся в ведении Минкультуры и Минспорта Чувашии. Таким образом, благодаря новой системе оплаты труда должна будет соответствовать сложности и качеству оказываемых услуг. А это, в свою очередь, позволит решить немало вопросов. Например, текучку кадров, напряженность на рынке труда. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей завершился большим уловом для блюстителей порядка. Только в Чебоксарах было оштрафовано более 30 автолюбителей под шофе. Один из них скрылся с места ДТП. Будучи задержанным, виновник начал выдумывать небывалые истории. Выслушал их мой коллега Дмитрий Квалев. Утверждает, что не пил, а алкоголем разит за версту. Это подтверждают и понятые, и инспектора, которые долго преследовали горе водителя. Но даже в патрульной машине молодой человек наотрез отказывался признаваться в распитии спиртного. Похоже, в это время забыл он и о совершенном ДТП. А машину вы точно не повреждали на Эльмене? Нет. Не скрывали с места происшествия? Нет, конечно. Когда на водителя начали оформлять протокол, за него вступилась знакомая. Она позвонила якобы влиятельному покровителю, который предложил инспекторам взятку. Но подъехать на место так и не решился. Возможно, мужчину испугала перспектива уголовного наказания. Позже экспертиза подтвердила, что в крови у его друга количество промилле превышает допустимую норму. Ну и с этим он отказывался наотрез. Вы считаете себя отрезвым? Да. Совсем ничего не употребляли? Нет. А давай заявление в прокуратуру напишем? Нет. Наследить на дороге успели и эти водители. Их легковушка на полном ходу врезалась в машину, которая остановилась из светофора. История схожая. Водители и пассажиры казались пьяные. Авто виновников с места увез эвакуатор. Смелся, как мы следили с практичностью. Теперь свидетелями подобных рейдов становятся известные в республике люди. Одним из первых с патрульными экипажами выехал кикбоксер Алексей Соловьев. В ГИБДД надеются, что на глаза таким личностям, водителям под шофе, появляться будет стыдно. Данное мероприятие, оно проходит именно с тем, чтобы выявлять нетрезвых водителей, чтобы с этим бороться, чтобы водители знали, что такое мероприятие может состояться. Дмитрий Ковалев, Республика. Ее называют первой ласточкой чувашского кино. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения актрисы Татьяны Бурашниковой Тани Юн. В родном для нее Ядренском районе к этому празднику приурочили серию выставок и конкурс исследовательских работ. О большой славе и первых кадрах, с которых начинался кинематограф Чуваши, сюжет моих коллег. Про первую чувашскую актрису многие говорили так. Вновь открытая звезда, неожиданно изумившая всех. Сейчас и вправду кажется, что в жизни Тани Юн абсолютно все происходило по воле случая. В театр она влюбилась с первого взгляда. 1922 год. Тогда еще инструктор физкультуры Татьяна Бурашникова просто пришла посмотреть на спектакль «Совса». Но эта постановка круто изменила ее судьбу. Во что бы то ни стало, она решила вступить в театральную студию. Уже тогда талантливую ученицу заметил видный режиссер Айким Максимов-Кошкинский. Он не только зачислил ее в труппу своего театра, но и стал спутником жизни. Супругам было усуждено сделать первый шаг и открыть в республике национальную киностудию. Первую чувашскую картину «Волжский бунтарист», сценарий, который написал сам Максимов-Кошкинский, сняли в Ленинграде. Текст был принят не с первого раза, его пришлось сокращать. Но даже после утверждения сценария начались проблемы. Было необходимо найти по тем временам большую сумму 25 тысяч рублей. Деньги отыскать удалось. Первая чувашская картина прогремела на всю страну. В этом фильме Тане Юн достался всего лишь один небольшой эпизод. Звездный час для актрисы пробил позже. Во второй чувашской картине Сарбеге Бурашникова исполнила главную роль. Зрители своим талантом ей удалось покорить сразу. Оценили все и образ урки в фильме «Черный столб». Эти чувашские ленты выходили на экраны не только в России, но и в Америке. Всего же супруги, актриса и режиссер сняли семь лент. Крест на карьере киноактрисы был поставлен в один миг. Сталинские репрессии задели и саму Таню Юну, и ее супруга. Уничтожили в 30-х годах и их картины, все до последней копии. Даже после того, как их оправдали, возвращаться к прежнему делу не было никакого смысла. На родину супруги приезжали редко, жили в Москве, в небольшой малосемейке. Вот они, редкие кадры. Бурашникова и Кошкинский в окружении близких. Еще замечательный снимок, который вот она приезжала в деревню Чербае. Там она сфотографирована в полном составе с семьей, со своей семьей. Там семья родителей, Стефан Федорович и Ксения Федоровна. Ее бабушка, сестра. И вот как раз их семейная, когда еще маленькая была дочка Изида. Личные вещи Танни Юн удалось отыскать благодаря ее родственникам. Экспонатов хватило на полноценную выставку «Кадры судьбы». Она открылась накануне юбилея первой чувашской актрисы. Здесь и открытки, которые написаны ее рукой, личная сумка-кладч, статьи из газет. В следующем году в музее планируют собрать еще больше вещей. А возможно, что в будущем удастся открыть и постоянную экспозицию в честь своей землячки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Определились победители конкурса школьных газет «Школа Пресс-2013». Конкурс проводится уже в восьмой раз, и с каждым годом в нем участвуют все больше юных журналистов. В этот раз свое печатное творчество показали 45 школьных изданий. Церемония награждения победителей прошла в Центре развития творчества детей и юношества Новочебоксарска. «Мы всегда пишем правду, и ничего кроме правды» – так звучит девиз юных журналистов. Несмотря на предельную загруженность в школе, дети с удовольствием посвящают свое свободное время газетному делу. Ведь ученики с нетерпением ждут свежих номеров, где могут прочитать о каком-либо школьном событии. И раз в год эти новости выходят за пределы школы и обсуждаются на конкурсе «Школа Пресс». Конкурс каждый год организовывает газеты «Грани совместно». С отделом образования, администрации Новочебоксарска и Центром развития творчества детей и юношества. Здесь собрались финалисты «Лучшие из лучших». И поздравить их прибыла заместитель министра информационной политики Чувашской республики Любовь Шумарина. Ваше дело очень интересное, нужное и сложное. Мне хочется сказать, знаете ли то, что у нас есть 185 поделегистрированных семей. И в том числе, в основном, мы печатаем 97 газет и 30 журналов, которые выпускают в Чувашской республике. Если еще сюда прибавить ваши газеты, то цифры намного будет больше. И о том, читатели тоже очень хотели посмотреть, почитать наши газеты, которые вы выпускаете для себя и для всех родителей для 4-й. Всего в конкурсе разыгрывалось 8 номинаций, где звание «Лучшая школьная газета» присудили юным журналистам Чебоксарской 61-й школы. Редакторы «Школьной газеты», зная наших, оказались мастерами не только на бумаге, но и сумели выразить свои мысли в ином формате. Седина с метров на душе, мастер. Мы хотим сделать пергамоток чище. А где это? Теперь идет стул. Вот так, душище. Поразила своим позитивом и творческая группа газеты «Апельсиновый мандарин» на Чебоксарской школе номер 11. На сцене они бодрые и веселые, а в работе очень серьезные и ответственные. У нас газета ежемесячная. Нам уходит месяц для создания одного номера газеты. Мы сначала собираем материал, рассуждаем, что напишем, как напишем. А потом уже ходим, берем интервью, опросы, пишем репортажи. Примерно неделю ходят на редакцию газеты. Победителям и финалистам конкурса вручили пощрительные призы. Юные газетчики не расстраиваются, так как в следующем году они снова попытают счастье, приняв участие в очередном конкурсе «Школа Пресс-2014». Светлана Лекимова, Николай Яковлев, Республика. О спорте. В Чебоксарах прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы главы Чуваши. Всего за здоровьем в зимний лес пришли 59 семейных команд. Поклонников здорового образа жизни в Чувашии становится все больше. Впервые семейные лыжные гонки на призы главы республики прошли в прошлом году. В этом собрали в два раза больше участников. Причем заметно, мамы, папы и их дети со спортом не просто дружат, а серьезно взаимодействуют. Нет, я пообщался, я когда шел, там пешком идут, они в задоре, они рады, несмотря на такой маленький мороз. Рано сегодня они поднялись, кто-то сопереживал, кто-то сегодня лыжи готовил, кто-то ботинки, кто-то палочки промерял. Вот это как раз состязательность, вот эта конкуренция формирует хорошее, бодрое настроение, волю и характер к победе. К победе и в труде, и в учебе, и вообще в реальной жизни. Соревновались в два этапа. Сначала семьи с детьми младше 10 лет, затем с ребятами среднего и старшего школьного возраста. Юным спортсменам они стартовали первыми. Надо было пробежать 400 метров. Как только самый младший член семейной команды появлялся на финише, в гонку включалась мама. Женщины бежали 800 метров. Завершающий рывок на дистанции полтора километра делали отцы. Семья Кусковых сразу взяла высокий темп. И Кристина, и Лилия, и Олег лидировали на всех трех дистанциях. Кристина у нас занимается профессионально. Тренер здесь дешевый номер два, Смирнов Сергей Иванович. Ну и сами и нас подтягивают вместе. У нас конкуренция очень большая. Семья Васильевых с Новочево-Оксарска. Мы на каждых соревнованиях с ними конкурируем и соревнуемся. В первую очередь с ними. В результате в числе победителей оказались семь семей. За второе место в первом заезде боролись команды Ишуткиных и Ильиных из Чебоксар. И обе победили. Всем достались медали, призы, подарки, а также бодрость и хорошее настроение. Последние две награды раздавали всем без исключения. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Поселок Кугеси в минувшие выходные принимал традиционный республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы тренера Виталия Ивановича Смородина. С десяти часов на трех коврах, уложенных в спортивном зале современного спорткомплекса, развернулась упорная борьба за звание сильнейшего в десяти весовых категориях у девушек и в одиннадцати у юношей. Всего борьбу за награды турнира вели более 250 спортсменов из 18 районов и городов республики. Нынешний турнир проходит в юбилейный 20-й раз. Участников турнира напутствовал сам Виталий Иванович и другие почетные гости. Сегодня в этом прекрасном зале действительно у нас большой праздник. Собрались ребята малого, маленького, что ли, возраста решили так, чтобы вы боролись так, как для вас таких соревнований больших, но мало проводится. Поэтому решили, чтобы вы, малыши, боролись сегодня на этом ковре, чтобы вы росли физически, чтобы вы стали чемпионами. Виталий Иванович Смородинов – один из основателей борьбы в Чувашии. Его ученики – победители республиканских, всероссийских и всесоюзных соревнований. Смородинов подготовил три мастера спорта, более 30 кандидатов мастера спорта по вольной борьбе. Благодаря Смородинову в Чувашии борьбой стали заниматься и девушки. Екатерина Осипова – воспитанница Виталия Смородинова, призер чемпионата России среди студентов. Это была вся информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин